Шабад шалом! Шабад шалом, друзья! Мир Господний всем вам! Возлюбленные братья и сестры! Сегодня хочу прочесть из послания к римлянам. Сегодня у нас 25 августа, суббота. Вот, и вчера отмечался в Украине день независимости, отмечался торжественно. Поэтому сегодня уже как бы пост-гускриптум поздравляю снова и снова. Всех вас с этим празднеством. И здесь, в Киеве, в часовне святого Иосифа прекрасного, здесь даже образ есть, ветхозаветный праведник. Да, в православной традиции, восточной традиции, в отличие от западной, очень много почитаний, этих ветхозаветных праведников. Да. И хочу прочесть из послания к римлянам фрагменты, некоторые за честь, которые, я думаю, очень важно сейчас, в субботу, прочесть нам, потому что из Нового Завета есть разные чтения, конечно. Вот, но сегодняшнее субботнее чтение, пусть оно поможет нам вот в молитве в этой сегодняшней, и стимулирует нашу молитву, направит нашу молитву. из послания к римлянам, которое, как Евангелие своего рода на самом деле. И вот апостол Павел пишет здесь, значит, в 10-й горе, начало самое, братья, он пишет, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. Сегодня пусть молитва наша, она будет направлена Богом всемогущим именно об Израиле во спасение. Во спасение. Это очень важно. Я думаю, что Павел это прекрасно понимал и как еврей, и как апостол, и как человек духовно перерожденный, близкий, приближающийся к Богу все ближе и ближе, вот и вот Бог вдохновенные писания эти, это то, что Бог вдохновил через него высказать людям желание моего сердца и молитву к Богу об Израиле во спасение. И вот 11-я глава начинается такими словами, то было начало 10-й, а это начало 11-й главы. Итак, спрашиваю, неужели Бог, он пишет, неужели Бог отверг народ свой? Никак. Говорит, никак. Нет. Ибо я израильцянин от семени Афрамова, от искаления Лениаминова. То есть, дальше пишет, он не отверг Бог народ свой, который он наперед знал, или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илье, но, например, потом приводит из Библии. И вот интересно, что слова Павлова здесь, которые он наперед знал, Бог наперед знал. Для многих, может, это вопрос, как бы, Потому что Бог вне времени, выше этого времени, временного измерения, пространства, альфа, омега, начало и конец, первый и последний. И когда он призывает кого-то, он не ошибается. Хотя у всех, конечно, нас, верующих, бывают сомнения всякие, вопросы, подлинно ли Бог избрал вообще, может, он ошибся, вот, но он не ошибался. Когда избирал тебя и меня, когда, ну, верующие такие вопросы задают, то это, как бы, естественно. То же самое и евреи в своей истории на протяжении всех этих тысячелетий чаще всего пытались избавиться от этого избранничества, вот, и, в общем-то, раствориться с другими народами, значит, ассимилировать, это такая давняя еврейская мечта, которой не суждено никогда сбыться, слава Богу, по милости Господней. Слава Богу, что Господь сохранял всегда остаток, всегда сохранял здравый смысл в народе своем, сохранял тех, кто действительно, ну, напоминал, пророки говорили Божьему народу, что это грех, что наша задача оставаться именно в призвании, которое Бог нам дал. И, в общем-то, убегать от призвания, это как бы естественно, по-человечески, падшие природы человеческие, это как бы понять можно легко. Значит, но новая природа, она божеская природа, она говорит о другом совсем. И вот в этом же одиннадцатом разделе, одиннадцатой главе, в двадцать девятом стихе написано, «Ибо дары и призвания Божьи не приложены». Вот, хочу как раз к молитве сегодняшней, субботной этой молитве, как раз вот эти слова адресовать. «Дары и призвания Божьи не приложены». То есть получается действительно то, что Бог совершает, совершает, то, что Бог избирает, это не приложено. И в этом есть великое, ну, как бы одновременно для нас можно подумать и благословение и проклятие, но на самом деле это великое благословение. Великое благословение. Пусть Господь Бог благословит всех вас во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Благословляю за вас, дорогие друзья. Молитесь Богу об Израиле, во спасение, ибо дары и призвания Божьи не приложены, и ваше избрание не приложено. Аминь. Аминь. Слава Богу. Спасибо Господь. Боже, благослови нашу молитву эту, благослови Господь. Здесь, в этой часовне, Боже, сейчас своим святым присутствием благослови нас. Благослови Господь всех молящихся сегодня, ныне, об Израиле, обо спасении. Благослови Господь по богатой своей милости и благословляю вас благословением священническим во имя Иисуса Христа. Благослови Благослови у нас в церкви, он обозначен в календаре как год 70-летия возрождения Израиля, поэтому этот год особенных молитв за Израиль считают, должно быть. И направленность такая этих молитв. А в библейском учислении уже скоро на днях, как говорится, будем встречать Новый год, уже 5779 уже год от сотворения мира. И очень важно, думаю, в это время как раз в завершение 5778 года, сейчас месяц Эллу, сегодня полнолуние, месяц Эллу, молиться за Израиля. Кстати, и вот Эллу, само название этого месяца с покон веков, с древности глубокой, воспринималось еврейским сердцем, еврейским сознанием именно как аббревиатура вот этого знаменитого изрещения «Я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленному мне». Они ле доди, ле доди ли. Доди, ле доди, ле доди ли. Это очень важно, потому что действительно Он наш возлюбленный, Господь, вот, и само велическое баптизу, да, я говорил, погружение в Него, а Его погружение в нас. Вот это да свершится в Судах Наших. Аллилуйя. Аллилуйя.